опять мясо я говорю тебе не надоело мясо есть это же белок да просто едим тупо мясо в основном ну в основном своего как говорится приготовление покупаем мясо жарим да какие колбасы 109 гривен килограмм это сейчас как и больше в серединке там сейчас лимончик и такими кусками вышка можно так это на чем на шампур а че незначный резюм а что ты не подыскал нафиг надо а я же не думал что такую корсу понимаешь мы покупали корицу 79 на конске наш дворик кто еще не знает где это где то кто как называется смотрим наш обзор на жилье здесь мы живем уже сколько дней уже даже сбился много мы были по нашему по нашему видео при же приехали уже были еще будем ближе да тут спокойно тут все под контролем не переживаешь за свои вещи машины открытые бросают ну я пока не опускаете суками под камерами со всех сторон приходите вас тут сразу запалят ну конечно но понятно да везде причем кириллов как где-то не важно но все люди много скоплений это не из-за того что молодежным ну да понятно что молодежность и дело в проходнике много людей очень скоплений а лука не будет и без лука твой рецепт который все спрашивают самый крутой лучше шашлыка не знаю все говорят что в лимоне что в лимоне типа шашлык сухой да он может быть сухий может быть сухой если мясо должно постоять в соде с лимоном чтобы оно пустило сок помнишь всегда ну я могу попробовать и только это будет не украинская мова я кассу восточная украинска слабожанска и днепров и днепров и днепровского так на ней нас и порядок и порядок это не отравить то что угодно можно все делать отрезал да сделал шавурму себе сам сделал утребродик слышишь хотел спросить а знаешь что в голову пришел домой сейчас я сниму и выложу и вспомнил недавно только что комментарий прочитал все не бачишь в таких видосах я думаю и ты сказала ты сказала что здесь такого это их войска особенно мы поняли когда без монтажа снял и выложил снял выложит ну и как да конечно можно вот эти монтажи и ссылки на инстаграм сценарии покажу свою жизнь еще раз скажу нет чтобы был да если не грузится нормальный и пока он был нормальный мы выложили сейчас приехали люди и он стал чуть-чуть так подтормаживать зависать и поэтому я говорю у нас восемь роликов в запасе не мы еще много сколько мы скажи еще выкидываем смотрите скорость выхода роликов на нашем канале всегда зависит от количества ваших просмотров если я смотрю что ролик уже набрал хотя бы тысяч пять просмотров это нормально если вы там еще по рекламе пару раз классните это вообще вам респект и уважаю поэтому я только на это смотри все ролик набрал хотя бы хоть шо то чтоб мы хоть какую-то копейку заработать потому что мы такие же обычные тоже мы просто фотографы видеооператоры все но мы очень сильно любим море поэтому мы живем летом стараемся коронавируса не удалось заработать на целый год поэтому мы будем мотаться туда-сюда ну стараемся пытаемся как-то вызывать поэтому поддержите нас хотя бы просто уже что-то просмотром рекламу просмотром рекламы больше карта привод банка в описании написано там помощи поддержки никого не приехали пожалуйста просто посмотрите возьмите на рекламу там проедите по их не ссылку нужно никуда это хоть какую-то лишнюю копейчу нам хотя бы на дорогу на жилье будет чтобы мы могли снимать если вам надо же когда у нас все плохо не идет мы не снимаем вот такие периоды молодец обычно чего нас сожрешь килограммами люди заходят он поди за сзади 80 гривен 2 сутки я первый раз в жизни делах это снимал плюсы жилья 200 гривен 500 в день а это просто а плюс выбить по психологическую тортик охлёбки но мы не ели у той женщины которую мы снимали там лежишь но подошли туда там было много людей были очереди там были все заняты места и была жара такая обед и мы подошли поближе к морю и купили там там было как минимум дешевле короче я взяла солянку валера харчо и по два куска хлеба я съела хлеб за запила юшка а это тебя типа солянка называлась там такая какая-то у меня лучше некой кусок мяса был хороший да у тебя хоть харчо будет подожди а где это видео видео ты снимал на белую камеру где она потерялась я его наверное отформатировал ну короче да я сейчас не жарю помидорчик купили черешенка закусили хлебушек шауну завернули зато ты мне сейчас расстроилась жалко ну что мы снимали хоть хоть когда-то еду какую мы дели людям показать слышишь и я его потому что у нас ноутбук сломался и все место везде не хватает я видна завод форматировал камеры аж говорим им столько снимаю что половину не видеть еще ну да что снимать сами приезжайте смотрите я везде не вкусно везде но это факт мы даже не будем ничего не получил тысячи садоваться днем поди купи картошки на сковородку кинул или в кастрюлю блин сварил сварил да посол там пиво себе пьешь ну как люди то отдыхают сварил мясо поджарю даже на сковородке 20 гривен самое дешевое пиво стаканчик супермаркете 47 2 литра и смотрю и через сколько тут она будет то сейчас уже пока угли как раз он с нашей же короче мне шашлык нравится только да расскажи кстати еще одно что-то возмущались многие новички я так понимаю внуште кто нас смотрят давно не знаю что у нас все шашлыки жаришь только ты я рассказал я рассказывал эту историю как аня постепенно всех мужчин с нашей семьи мужчина с много слава богу все живы-здоровы всех вы вытеснила в этом в деле мы не да мы как бы такие же мы все прекрасно и зачем и вы конечно ну это очень интересно у всех у всех мужики а у нас мы этим и берем и ну как бы контент интересный что необычностью женщина жарит шашлыки поверьте я за свою жизнь не ел случае шашлыка чем жарит эта женщина вот она нанизывает и жарит и вы нам будете рассказывать чтобы знали эти все войны сколько мы с ней перевоевали все конечно и скажи ты помнишь сколько воевали чтобы все и твой папа и мой папа и и брат мой я и все мы потом бросились и еще ну доказано мужчина не можно делать два дела сразу и струй подорожки женщина может одной ногой качать ребенка рукой жарить мясо ушами слушать что говорят соседи и смотреть например тонко делу ну пусть может быть и так вот поэтому женщины в этом плане ну вот этот вопрос для тех кто не работала в милиции, я тебя гамдарила, еще раз портирую. Были женщины, был такой лоточек в больнице, я не помню улицу, уже это было давно. У них был офигенный шашлык, у них были очереди, шашлык женских рук не любят, это придумали мужики. Ну, конечно, зачем? Ну, кому-то повезло, кому-то нет. Не русские мужики, к тому же, наверное. У нас так принято, что если шашлык жарит, должен быть кавказский мужчина, только у них они вкусные. Ну, это такой вопрос, конечно. Мясо, но есть мясо, какая разница. Жарю его и все. А все зависит от маринада и от внимания, когда ты, и от кусков, и калии, и, кстати, размера. Когда делают эти сухарики маленькие. Я вообще знаю, дорогой. Вот смотри, ты любишь шашлык, но ты вообще не любишь вот это все задеи. Ну, я готовлю. Да, ну это как рыбалка, но. Тебе процесс нравится. Я готовлю это с душой, поэтому... Что выкинем? Ну, да, похоже. Да ладно, обжарится. Бросай туда. Я люблю... Да не надо, бросай, надо на костре. Я люблю с душой. Понимаешь, вот там кусочек. Сейчас вот оно мясо. Сушка, смотрите, оно уже поделилось. А соль морской? В смысле морской, конечно. Морская соль? Да, можно море ее пористить, я же забыл. Сейчас перец добавим. А, у нас приправы никакой нет. Ну хоть какая-нибудь. Пофиг мясо, но и в Африке мясо. Так, его можно вообще без ничего взять, и так посолил, и пожарился. Ой, я знаю всю жизнь армянам. Никогда не моют мясо. Да? Когда покупают. Воды нет у них. Наверное. Они считают, что мясо не любят, чтобы его вымыли. Ну, в каком случае. Сейчас, потому что я пойду, и на зло армянам поможут. Да не надо его мыть, побросим. Так, сейчас я вам покажу наш дворик. Так, такой длинный, если честно. Вот это ворота центральной площади, которую вы знаете все. Тут дельфинчики зеленые. И вот оно идет, аж прямо почти. Этот двор идет, там уже почти море сразу. Ну, кто смотрит, знает. Выход сразу. Я не знаю. Вот смысл. О, франки. Видишь, оно прямо как разъедает его лимон, кислота. Сразу, да? Мы даже в этот раз, нам завтра уезжать. Я говорю, давай в дорогу. Хочу что-то с собой сделать, потому что он вообще не знаю, куда он взял. Вот видишь, как разъело. Смотри, оно даже меньше кусочек стал. Ну, уезжать отсюда, с этого места жительства. Да, у Светы. У Светы, слава Богу, люди. Просто тут уже приезжают люди. Да, поэтому я приезжала, ничего не покупала. Можно еще добавить. Мы рекламировали теперь. Саме места нет. Можно еще фабрики, где красоты. Копченый. Вот смотри, как он симпатичный. Почему мы, кстати, иногда не любим показывать, где мы живем. Потому что мы потом не попадаем. Потом мы хрен туда попадаем. Да, сами. Факт уже проверенная история. Очень спасибо, Света, за Диане и Виктору, за Беста. За то, что в том году нас перейтили. У них отдыхали. Надеюсь, что у вас в этом году сезон есть. У вас там все хорошо, ребята. И кто там рядом, да? От них бричка, пицца. Ну, все, кто нас знает, такого мы знаем. Они знают. Надеюсь, у Оксаны там с рыбой. Потому что от себя войдет от медиатора. У меня так пациент свою рыбу, что я вчера пирожил с низенькой. Пирожил эти парочки. Я ем и боюсь. Ну, смотрю, думаю, вроде магразив. Думаю, ты знаешь, у меня желудокремия не ждала Бога. Поэтому как бы не сильно. Но за то же, ну, так я больше боялась. Там журавка у них. Тут тоже такого нет. Ну, может заедем? Да, может заедем. Нас никто не зовет, скажи? Или зовут? Нас звал, Виктор звал, звонил. Ну, Зубайст Виктор, конечно, нас всегда зовет. Он всегда будет рад нас видеть. Так что поддержите там его. Там все в порядке, я надеюсь. Я тоже надеюсь. Позвонила, где наша рыба? Оксана звала, кстати. Оксана звала, да. Рыбка. Ну, кто она знает, тот и зовет. Коня номер 9. 9. Поднимаю. Оксана рыба, ее пермедиатор. Она есть на всех наших видео. У нее рыбка желтенькая. У нее рыбка желтенькая висит. Наша градусник. Я вот это сейчас палочки купила. Они какие-то ешь. Это на соленом, между горячим и соленым озером. Здесь, да, конечно. Даже не знаешь. Да, да. Страшно надо. Так, что мы дальше? Что мы дальше? Мы дальше идем углей заливать. Ну, хорошо. Ну, смотри, какие кусочки. Хочу уже их увидеть. Загорелыми чуть-чуть. Это кусок такой один хороший. Съел и свободен. Так куда я его даже не съем такой один? Да съешь. Ты не съешь? Съешь. Да ну, нафига, бери, да. Ну, ладно. Все. Ждите продолжение нашего бандита. Будем снимать, как мы его пожарим, да? Ну, посмотрим. Если ты ко мне придешь, потом еще... Я пойду покажу телефон нашего жилья. Может, еще кому-то понадобится. Точнее, я даже не так хотел сказать. Может, еще кто сможет сюда попасть. Потому что... Ну, звоните, пробуйте. Удачу. Потому что реклама дело такое. Люди любят ехать, знать, куда они едут. Вот так, как мы подробно показали все. Вот я вам телефон покажу. Написано за нас. На входе. Приморский. 88. Вот. Прямо напротив Сильрады. Все. Всем спасибо, ребята. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.